Прошло уже более двух лет с момента первого протеста общественников против постройки этого торгово-офисного здания на улице Астраханская. По их мнению, лишь пикеты привлекли внимание городских властей к этой стройке. После проверок выяснилось, что у застройщика нет необходимых разрешающих строительство документов. У этой гражданки не оказалось ни разрешения на строительство, ни проекта строительства. Мы делали пикеты, обращались во все органы власти. Не только мы, но и ректоры РГМУ. Калинин тоже жаловался. И в результате наше Министерство региональной культуры и туризма судебные иски предъявило о сносе этого здания. Все суды были выиграны. Защитники памятников старины надеются, что если судебное решение будет выполнено, то это станет важным шагом в сторону охраны памятников архитектуры. Если все-таки это здание будет сломано, это будет первый случай в Рязани, когда закон выше любого частного права, любой коррупции. Люди должны подчиняться законам все, независимо от того, как ты построил, где ты купил, закупил, виноват, не виноват. Ну вот, мы ждем действий наших судебных приставов, которые и вообще властей города Рязани. Раз они допустили нарушение закона, они обязаны его и устранить. Впрочем, остается и ряд вопросов. Например, почему рязанские чиновники прознали о факте самовольного строительства лишь от прессы или из надписей на плакатах активистов? Ну действительно, в историческом центре Рязани буквально через дорогу от здания муниципалитета впритык с памятником старины возводится непонятное строение. Почему никому из работников надзорных органов не пришло в голову проверить строителей на предмет нарушения норм и правил застройки? Теперь вот надо изловить застройщицу и заставить ее снести самострой. Значит, на исполнение в службу судебных приставов поступил исполнительный лист о сносе самовольно возведенного строения по улице Ленина, 22. Должником является физическое лицо, которое в настоящий момент проводится разыскные мероприятия по установлению местонахождения этого должника для того, чтобы вручить все соответствующие необходимые документы для проведения дальнейших мероприятий по сносу. Продолжение следует...